Это ад, не знаю, там, извержение вулкана какого-то. Ребята, ну вы погибли здесь! Ну что вы делаете-то? Здесь вообще всё сложилось так, что у людей просто не было ни одного шанса. Эту же всю историю очень сильно разогревали. Пошли вбросы из-за рубежа. Путин обещает, что следственная группа пройдёт по всей цепочке и выявит всех причастных и виновых. Мы видим, что абсолютно явно остановились на огромном определенном моменте. От сих до сих никто на скамье подсудимых не оказался. Кто приказал МЧС не проверять зимнюю вишню, начиная с 2016 года? Уроки не были извлечены в принципе. Остались ли какие-то люди, кому удалось уйти от ответственности? Привет, друзья! Мы в Кемерово, в парке Ангелов. На этом месте раньше стоял торговый центр «Зимняя вишня». Вы, конечно, хорошо знаете про страшный пожар, который произошёл здесь 25 марта 2018 года. Пожар, в котором погибли 60 человек, 37 из них – дети. Сюда, в Кемерово, тогда прилетел лично Путин и сказал, что следствие пройдёт по всей цепочке и выявит всех причастных и виновных. Сейчас, спустя три года, как раз заканчивается этап судебного следствия. На скамье подсудимых 15 человек, но поговорим сегодня об этом. В отличие от многих других катастроф новейшей русской истории, это очень хорошо освещено в средствах массовой информации. В том числе здесь, на Ютубе, есть пара очень качественных расследований. Мы тоже на них опирались в этом выпуске. Ссылки на них вы найдёте в описании. Причина, по которой мы решили сделать этот выпуск, заключается в том, что в основном все расследователи фокусируются на самом моменте пожара. Как всё произошло, почему были закрыты аварийные выходы, почему столько людей погибло – это, безусловно, очень важные вопросы. Нам показалось не менее важным поместить эту историю в более широкий контекст. То есть, говоря проще, пройти по той самой цепочке, о которой говорил Путин, и понять, какие выводы спустя три года вытекают из этой истории. Причём я хотел бы особенно оговориться не в том смысле, что какие выводы должна сделать власть или какие выводы она не сделала – это само собой. А какие выводы должны бы сделать все мы сейчас, спустя три года после этой страшной катастрофы. Воскресный день, выходной день. Это был первый день каникул в школе. И было так запланировано за несколько дней, что в этот день мы, вернее, я и мой сын, старший ребёнок, ему было 11 лет в тот момент, поедем смотреть фильм. Я думал, что пока он будет смотреть этот фильм, я пойду и прогуляюсь там, куплю ему что-нибудь. 26-го мы должны были уже улететь. Ну, получилось так, что мы вот семьями дружим в нашем дворе. Семья Алимовых, у них тоже девочка, ну, на полгода старше света, вот они вместе в садик ходили. Вот позвонила, не хотите, говорит, детей я свожу куда-нибудь, там, я не знаю, в цирк или в кинотеатр. В первых числах марта проходили выборы, и всем раздавали билеты в кино, пригласительные в зоопарк. И получилось, что большая часть города с этими пригласителями пришли в этот день в зимнюю вишню. Было предложено классным руководителям повезти детей куда-то в город, что втянулись в учёбу дети, ну, вроде как наградить их за хорошие отметки, поведение, всё вот это вот. Решили, сначала хотели в дельфинарий, к нам приезжал дельфинарий. Но так как классный руководитель мог только на выходной день взять с ними поездку, вот, а на этот день не было места там столько. Решили, что в зимнюю вишню повезут, а Настя вот с классом поехала. Ну, в общем, я её и не видела тогда вообще, потому что я ушла на работу, все спали, и я её не видела. Вы не попрощались с ней? Нет. Я работала инструктором в активити-парк «Круча». У нас там было три части этого парка. Верёвочная трасса, батуты, и мы его называли «Нинди-квест». То есть там всякие разные препятствия, которые дети могли проходить. Я была на верёвочной трассе, когда это всё происходило. Сколько вам было лет тогда? Девятнадцать. И в какой-то момент я обернулась назад, а там у нас батуты как раз поролоновые, вот это ямы были. Я поворачиваюсь туда, и мне как будто показалось, что огонь. Я думала, что мне правда показалось. Я отвернулась, начала опять с ребёнком играть, и потом до меня дошло, что там на самом деле огонь. Я начала кричать свою напарницу Настю. Настя побежала как раз таки, чем можно было потушить огонь, а со мной побежал туда Сергей Сочинский, помогать вытаскивать детей. Чтобы восстановить хронологию событий 25 марта 2018-го, мы воспользовались материалами уголовного дела, которые есть в сети. В 15.59 на четвёртом этаже Зимней Вишни в активити-парке Круча начинает гореть сухой бассейн с поролоновыми кубиками. Перед этим с потолка падали какие-то светящиеся предметы. Эксперты придут к выводу, что это расплавленный горящий пластик от светодиодного светильника. Сначала загорается один поролоновый кубик, и огонь очень быстро распространяется в бассейне. Произошло короткое замыкание в одну из ламп, висевших над этой поролоновой ям. То есть это лампа дневного света, грубо говоря? Да, и кубики, как казалось, совершенно не огнеупорные, а загораются вмиг. Вы провели свой эксперимент на основе этих материалов. Расскажи. Да, мы просто купили точно такие же кубики, которые можно заказать в интернете. Повесили на штативе для фотоаппарата лампу и подожгли её. Она загорелась очень быстро, и действительно она начала течь вниз. Причём вот эти капли не гасли после того, как отрывались от места, а продолжали гореть, и кубики внизу загорались. Моментально огонь распространялся на все кубики, и от них шёл очень едкий, очень неприятный дым. Я случайно вдохнул его, и после этого ещё несколько дней продолжал кашлять. Пошмар какой-то. Папа! Блин, где наш папа? Данил, выходим к машине, побежали. Я увидел девушек, которые бежали по коридору и панически кричали. «Пожар! Спасайтесь! Пожар!». Причём то, что они кричали, для меня это было абсолютно как-то диссонансом, потому что обстановка сама не говорила о том, что происходит что-то экстраординарное. То есть люди шли по коридору спокойно, никто не бежал. Мы не чувствовали запаха гари, не было никаких сигналов, ни сигнализации, ни бегала охрана, ничего этого не было. И если бы они не пробежали, там бы остались все. Я тогда задумывалась, почему нет воды. Пожарная сигнализация почему не срабатывала, и почему не потекла оттуда вода, чтобы потушить огонь. Я тогда этого не понимала, я просто молилась, чтобы уже полилась оттуда вода, но она всё никак не лилась. Никакая вода полиция не могла, потому что на четвёртом этаже просто не было системы автоматического пожаротушения. Вот здесь она, например, есть. Вам всем знакомы такие форсунки. В случае пожара из них льётся вода в автоматическом режиме. Обычная пожарная сигнализация в «Зимней Вишне» тоже не сработала, потому что накануне её отключил инженер компании «Системный интегратор». Она следила за состоянием этой сигнализации. Когда у инженера спросили, зачем он это сделал, он разъяснил, что в «Зимней Вишне» жаловались на то, что система слишком часто срабатывала не тогда, когда надо. Мы были в этом центре в это же время. У меня у старшего ребенка, у подружки день рождения. Они отмечали в боулинге день рождения. Всё это происходило в 6-7 вечера. Мы приехали, привезли ребенка, повели наверх, выходим из парковки и работает тревога. Пожарная сигнализация, кричи. Точно всем покину помещение. У меня товарищ работал в бутике на первом этаже. Как раз с парковки выходишь и его отделал. Я говорю, а что происходит? Он говорит, да нормально всё. Он говорит, каждый день орёт, не обращайте внимания. Срабатывает. И действительно, никакой паники, ничего нет. Все совершают покупки, ходят. Никаких запахов, дымов, каких-то вещей. 19 марта происходит ложное срабатывание автоматической системы оповещения о пожаре. Да. И ваш подзащитный сообщает об этом… Инженеру. Который обслуживает охрану. То есть сигнализация, грубо говоря, включилась и не выключалась? Да. И орала по всему времени? Приезжает этот инженер. Приезжает инженер, через компьютер какие-то манипуляции производит. При этом мой подзащитный, поскольку он не обладает знаниями, как там всё это устроено, как работать с системой, с помощью компьютера или ещё чего-то. Он не знает, что он сделал. Но это было только на его глазах. То есть инженер что-то сделал и что-нибудь сказал? Да, инженер что-то сделал и сказал, что всё, я всё исправил. При этом никаких актов выполненных работ не оставил. Никаких оповещений, проверки не запускал. И вам показывали, объясняли какие-то правила противопожарной безопасности? Я не помню такого. Не было вроде. По-моему, просто рассказывали, где находятся у нас выходы и всё. То есть у нас был центральный и боковой, где со стороны ярче. Больше я входов и выходов не знала. Ну, в принципе. А, скажем, пользоваться огнетушительными – это такая важная вещь базовая? Нет, я не знала. Не рассказывали. Ну, я просто никогда не думала, что такое может быть глобальное произойти, поэтому как-то я за это не додумывалась. Какие-то учения проводились когда-либо с сотрудниками охраны о действиях в случае пожара? Сотрудниками охраны не проводилось никаких обучений. Всего лишь через минуту после начала пожара в большей части игровой зоны выключается свет, дым заполняет всю эту зону, а за следующие пару минут окутывает весь четвёртый этаж. Вот его план. На четвёртом этаже, помимо игровой зоны, вот она, вот здесь, как мы помним, началось возгорание, три кинозала – жёлтый, красный и синий. Второй зал, красный, в котором шёл мультфильм «Шерлок Гномс», он немного ближе к очагу возгорания, и там больше всего погибших. Вот здесь находится основной выход с четвёртого этажа – эскалатор. Вот здесь находится эвакуационный выход из кинозала номер два. У следствия нет точных данных, был ли он в момент пожара открыт или заперт. Но мы понимаем, что даже если он был открыт, здесь зона возгорания и здесь уже всё в дыму. Поэтому люди воспользоваться этим выходом не смогли. Сын Алексея Петрова смотрел фильм «Тихоокеанский рубеж» в первом жёлтом зале. Я смотрю на контролёра, она молчит. Она просто в шоке, она не может докричаться до людей. Почему? Потому что фильм-то не выключили. Идёт звук, я смотрю на людей, они сидят в 3D-очках. Фильм идёт, они полностью погружены в этот фильм. Dolby Digital, звук такой, что её просто не услышали. Может быть, она и кричала, но её никто не слышал. И я закричал громко, насколько я мог. «Пожар, пожар, выходите! Коля, Коля, я здесь, выходи ко мне!» Ну, ребёнка, ребёнку. Он встал, начали люди вставать. Вы своего мальчика забрали из жёлтого зала. Красный зал, я так понимаю, был заблокирован из-за того, что выход у жен был в огне. Я правильно это понимаю? На самом деле я мог помочь этим людям, но я просто не знал, где этот зал находится. В синим зале и в жёлтом зале фильмы шли в самом разгаре, а там фильм уже закончился. Возможно, они не среагировали на предупреждение, потому что я потом смотрел много видео по этому поводу, и видно было на видео, которое есть в видеоэвакуации, что туда забегал контролёр. Но вот в этой сутоке после сеанса дети одеваются, куртки, одежда, шум, гомон, никто как-то не отреагировал. На это оперативно не стали выходить. Когда высунулись за дверь, увидели, что там тьма. Просто тьма и дым. Первый звонок из красного зала в службу спасения поступает в 16.03. С момента возгорания прошло четыре минуты. Звонит Денис Сидоров. Он в зале с двумя детьми. Все они погибнут. Ребята, ну мы погибнем здесь! Ну что вы делаете-то? Сейчас все уже выехали. Там не одна бригада скорой помощи приехала. Все уже на месте там. Таких звонков будет ещё около десятка. Как утверждается в материалах дела, как минимум до 16-18. Это уже после прибытия пожарных бригад 37 человек в красном кинозале на четвёртом этаже ещё жило. Всего на четвёртом этаже было пять аварийных выходов. Но, как выяснилось следствие, все они, кроме одного, были заперты. И более того, даже если люди бы смогли открыть эти двери, то на эвакуационных лестницах их ждала вот такая картина – это фотография из уголовного дела. Открыт был только выход номер два. Следствие потом проводило компьютерное моделирование, пытаясь понять, был ли у людей вообще теоретический шанс спастись при таком быстром развитии пожара. И проиграв несколько сценариев, следователи сделали вывод, что да, большинство людей могли спастись, но только при условии, что пожарная сигнализация сработала бы как надо и были бы открыты все эвакуационные выходы. А в реальности, как мы помним, не было ни того, ни другого. Мы вышли свободно с четвёртого этажа, спускаясь ниже, уже на третьем этаже, там было уже движение затруднено, потому что шли потоки, люди выходили с третьего этажа, со второго ещё больше, там уже на этих промежутках были заторы. Но люди не паниковали, никто не помогал, не было ни охраны, не было никакой организации абсолютно, но люди сами понимали, что надо… То есть люди сами себя спасали. Они сами себя спасали, причём они смогли самоорганизоваться. Мы вышли на улицу и в этот момент мы увидели, мы там стояли минуты три, не больше, и в этот момент мы увидели пожарную машину, которая на большой скорости проехала во двор. Первый пожарный расчёт подъезжает к Зимней Вишне в 16.11, через 12 минут после начала пожара. Подъехать к зданию торгового центра сразу не получается из-за того, что с парковки выезжает много машин. Я подошёл к машине, оттуда, может быть, водитель, он был в шинели форменной МЧС военного образца, в шапке-ушанке. Я ему сказал, что на четвёртый этаж, пожалуйста, там могут быть люди, надо туда. Но он на меня спокойно посмотрел. Да, мы знаем, что надо там помогать, мы знаем, переживайте, всё сделаем там. К командиру пожарного звена Сергею Генину на кадрах с камеры видеонаблюдения он отмечен как объект 1. Подбегает Александр Ананьев, объект 2. В красном кинозале остались трое его дочерей. Когда я не смог пробиться к детям, я был на четвёртом этаже, но мне буквально не хватило 20 секунд, чтобы добежать до этого зала и как-то попытаться спасти детей. Одним словом, когда я добежал до Генина, я ему прямо чётко сказал, что у меня на четвёртом этаже дети в кинозале, помогите их спасти. И он сказал – введи. Я его повёл. В этот момент из глубины как раз здания выходит колобольников-охранник, который уже был… Он набросил свою дублёнку, на нём не было никаких обознавательных знаков, он не предъявлял абсолютно никаких документов. Он просто крикнул так – «Я знаю, где очаг возгорания». Они тут же на него переключились, потому что я уже забежал в лестницу, я их повёл. И дальше по описанию Генин сказал Колобовникову – введи. Генин чётко понимал, что он идёт уже не спасать людей, а пытаться тушить очаг возгорания. – Вы же пошли за ним и стали ему говорить. – Я развернулся и догнал его. И ему прямо кричу – «Вы нарушаете инструкцию, вы в первую очередь обязаны спасти людей, а потом только приступить к тушению». И он мне прямо в глаза говорит – «Мы всех спасём, но сначала потушим очаг». Красная пунктирная стрелка указывает на выход, к которому вёл Ананьев и который привёл бы к кинозалу, где погибло больше всего людей. Но Генин слушает охранника, в итоге звено проходит через весь торговый центр, синяя линия, и поднимается к заблокированному эвакуационному выходу рядом с очагом возгорания, упирается в закрытую дверь и идёт обратно тем же путём, теряет время. Во всех учебниках, когда нас учат по прибытию на место вызова, на такие объекты, на производственные, на культурные подобного типа, с массовым пребыванием людей, надо связываться с администрацией, с представителем администрации. Потому что это люди, определенные знающие, где входы, где выходы, какие пути эвакуации, у них могут быть ключи. Они обязаны знать ситуацию. Это их функциональные обязанности. Тут человек в форме. Мы не можем его спутать ни с кем другим. Понятно, что пожарные сделали всё возможное, но, к сожалению, не могли они спасти, не успели спасти. Наверное, потеряли время. Вот если бы первая группа, которая зашла туда, сработала бы вовремя, на опережение, время не потеряла, не бегала туда и сюда, и пошла бы правильно, то, я думаю, что, возможно, могли бы спасти детей. Все входы были уже задымлены там, нулевая видимость, и нарастание, температура была с такой скоростью, приходила, то вероятность спасения людей, вот исследование показывает, уже была бы равням нулю. Они нашли, помните, нашли мужчину, Трусова, да, который не выдержал, и решил пробиться через эту дымовую завесу, потерял сознание там, и они его просто в дыму просто наткнулись на него и спасли его. Ну вот, к сожалению, в том числе его дети и 36 человек в этом зале остались погибли. В длину вся зимняя вишня порядка более 100 метров, вот это всё горит, это ад. Это я вот так вот стоял, наблюдал, это как извержение вулкана какого-то. Попытаться забежать туда была возможность, где-то, наверное, до половины пятого, возможно, чуть больше. Уже ближе к шести там всё было оцеплено. Причём там глухое оцепление, там невозможно вообще подойти было к самому зданию. При этом я помню, как бегали пожарные с этими шлангами и кричали «Ой, там нет воды, мы не можем подключиться». Там какие-то вот такие слова были. Были проблемы. Это источники водоснабжения пожарные. Они должны быть оборудованы. Напора не хватало для того, чтобы тушить такой пожарным. Это часто бывает, особенно и даже в Москве, в Подмосковье, на загородных объектах таких вот. То есть проблема подачи воды, напор. Невозможно подать необходимое количество воды. Ну что такое пожарная машина? Говорит, две минуты и цистерна пустая. Потом надо где-то подключаться к линии и качать. А если напора не хватает, то, соответственно, и пожаротушение уже происходит по другому сценарию. Мы вообще считали, что это будет рядовой пожар. К тому, что случилось, никто не был готов. Перед тем, как выехать туда, я выставляла на сайт фотографии, где было очень много эвакуированных людей из здания. Люди в каких-то халатах, в каких-то одеялах. Мы думали, что всех вывели, когда туда ехали. А по пути я увидела в Инстаграме ролик, на котором ребёнка выбрасывали из окна. И тогда поняла, что всё очень страшно и очень серьёзно. И начал народ доставать всевозможные одеяла. Не знаю, всё, что было в багажниках. Автоодеяло даже из-под капота народ доставал. Мы растянули два-три, по двое. Крепко взяли, потому что это не какой-то специальный тент, который у пожарных натягивается. Это какие-то подручные средства. Где-то маленькое, нафиг маленькое, давайте больше, шире. Все растянули и кричим «прыгай». Потому что их было двое. Это отец и сын. Сколько я не помню. И должна же подъехать какая-то лестница. Зачем человеку ломать ноги? Высота приличная. Но уже выбора не осталось. Он либо задыхается, либо он это самое. Люди живые прыгают из окон, горелые. Я прекрасно понимаю. Все поехали туда. Все уже скоро подъедут. Ожидайте. Всего доброго. Я уже подошла к пожарным. И вот уже их слова были о том, что вы не переживайте. Там всех вывели, всех эвакуировали. Все нормально. Ну вот погибли три ребенка и две женщины. Почему я успокоилась? Потому что было сказано «две женщины». Я думаю, ну фу, значит моих там точно нет. Теперь я понимаю, что это вранье было. Прям чистой воды. По последним данным, количество погибших увеличилось до семи. Неизвестно пока о местонахождении еще 35 человек. Затягивали с информацией конкретно. Люди были возбуждены. Там где-то что-то твое, ребенок, какой-то родственник или еще кто. И информация нужна прямо здесь и сейчас была. Это понятно. И ждать было, это было очень тяжело. Там аж горит. Сотрудница одна скорой помощи говорит, значит увезли, нескольких детей увезли в больницу. Езжайте в больницу, может быть в больницу попали. Вот. Мы тогда сели на машину, объехали все больницы, и Кировские, и Центральные все. И естественно детей мы нигде не нашли. И вот тогда вот эта самая тяжелая ночь была. Мы ездили и по моргам, и по больницам, и где мы только не были. И информации вообще никакой не было. Две ночи без сна. Это я просто в таком состоянии пребывал, что кто там, что, зачем и собирался. Сложно объяснить, но определенного рода, ввиду того, что было большое количество этих фейков, была действительно массированная атака. И особенно я это на митинге видел. Получилось так, что на митинге я уже был лидером протеста. 27 марта, через два дня после трагедии, здесь на центральной площади Кемерово, она называется Площадь Советов, разворачивается невероятная сцена. Она и по меркам той России невероятная, и по меркам сегодняшней уже подавно. На площади собираются стихийно и очень быстро тысячи людей. Они очень эмоционально разогреты, мягко выражаясь. Они готовы ворваться в здание администрации, потому что люди хотят правды. Вы, наверное, слышали, что особенно в первые часы, в первые дни очень много разноречивой информации. Люди не верят в официальные цифры погибших. Понятно, что люди ждут, что к ним выйдет губернатор Тулеев. Он тут правит с 90-х, он тут многими считается, если не отцом, то батей. Тулеев к людям не выходит. Он в это время принимает Владимира Путина, который прилетел в Кемерово, и извиняется не перед людьми, а перед Владимиром Путиным. Владимир Владимирович, вы лично звонили мне ещё раз. Спасибо великое и прошу прощения лично вас за то, что случилось на нашей территории. И дальше невероятная история. К людям в итоге выходит заместитель Тулеева по промышленности Сергей Цивилёв. Он всего-то несколько недель, как приехал в Кемерово работать, совершенно новый человек. Он выходит из этих дверей на эти ступени и в течение нескольких часов, практически до захода солнца, разговаривает с людьми, пытается их успокоить. Ситуация качается как маятник. Очень много эмоциональных диалогов, перепалок между собравшимися и между Цивилёвым. В какой-то момент к нему обращается с очень резкими словами человек по имени Игорь Востриков, который потерял в этой трагедии сестру, жену и троих детей, пятерых родственников. Цивилёв, который тоже на эмоциях, говорит ему… Хотите попиявиться на горе? Нет. На горе. Как ваше имя? И вскоре после этих слов ещё одна невероятная сцена. Потом будут говорить, что Цивилёв встаёт на колени перед людьми. На самом деле он преклонил колено. Я ещё раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми. Ой, пожалуйста! Да не надо! Тихо-тихо-тихо! Я хочу попросить… Не-не-не! Это был просто обычный человеческий поступок. Я же тогда не губернатор, никто. Это было не связано ни с чем, потому что люди постоянно говорили, это наши дети, это дети погибли. Мы все находились, без исключения, в состоянии огромного стресса. Я почувствовал, что после этого жеста определённая толпа, которая была настроена крайне агрессивно, это у неё вызвало ещё большую агрессию. Но у большинства людей, по-моему, наступило некое размышление. Люди почувствовали, что я переживаю эту трагедию точно так же, как они. Эту всю историю очень сильно разогревали. Пошли вбросы из-за рубежа. Есть и спонтанные, есть и по злому умыслу. Пример спонтанности. Моя знакомая просто увидела в штабе, который находился в школе за зимней вишней, огромное количество каких-то мешков, палатки, и решила, что там лежат тела погибших. Их было огромное количество. Она их сфотографировала, отправила кому-то в WhatsApp, тут отправила ещё кому-то. И в геометрической прогрессии это всё начало нарастать. И все начали говорить о том, что 300-400 человек погибших, что у нас скрывают настоящие цифры. А пример злого умысла – это Евгений Куйков, больше известный как пранкер Вольнов. – Из Украины. – Да. Кто-то с толпы накачал – вот очередное сообщение, там 400 трупов, потом кто-то кричал – 300 трупов. Потом эти трупы в специальных машинах, в холодильниках, которые для перевозки, в этих машинах везут за город. Потом там где-то роют по 200 уже могил. И вот эти вбросы шли всё время. И каждый такой вброс, который влетал, он сразу разносился среди всех, потому что все сразу заходили в сети, откуда сброс шёл. Все его видели, все друг к другу его перекидывали. И буквально любой вброс – все уже знали о нём. И все так писали, и это ещё больше и больше раскручивало. Это известная история, в том числе некоторые известные московские блогеры попали в неё, и потом с ними были серьёзные разборки. Это известная история, что люди, не находящиеся на месте, перепощивают что-то, не думая, какой это вызовет реакцию. А там, понимаете, каждый вброс усиливал энергетику негативную. То, что случилось, показало и недоверие к существующей власти вообще, когда характерно… Ну, это, в принципе, характерно для России. Людям было очень страшно, людям было очень больно, и казалось, что всё хуже, чем нам говорят. И когда ты находишься в этом спортзале с родственниками и говоришь, ну, я точно знаю здесь… Да, вот их 60, не больше. Не может быть, чтобы было больше. Вот родители, вот мы список составляли в первые часы после трагедии тех, кто пропал. Их не 300, никак не 300. Люди не верили. Это никто не простит вам. Никто. На митинге мне сказали, что это новый губернатор. Не помню кто. Сказали, что Тулеев – это не Тулеев, это новый губернатор. Допустим, я не знаю, ввиду своего характера, люди звали Тулеева, и я говорю, ну вот же новый губернатор, что там с Тулеевым, он инвалид. То, что Тулеев в это время извинялся перед Путиным и называл бузатёрами… Это вообще не родственники погибших. Это вообще те, кто постоянно бузатёрит. Мы работаем с ними. Это позор. Это позор и гвоздь в крышку его гроба. Мог бы он уйти красавчиком, достаточно было выйти, что-то сказать, но назвать целую площадь, а там тысяч пять, может, человек было в какой-то момент, которые потеряли родственников, которые просто настолько горем были убиты. У нас среди потерпевших люди настолько были убиты, которые три дня спустя надеялись на то, что, может быть, их дети вышли, их кто-то раздетыми себе забрал, и они сейчас ищут маму и папу. И вот этих людей называть бузатёрами – грош цена. Я говорил с многими уже людьми, кто находился тогда в том числе на этой площади, и у многих до сих пор обида, что Тулеев к ним не вышел. Без комментариев. На следующий день мы встречались, опять были собраны все заместители губернаторов, но в тот эмоциональный момент моим действиям все почему-то давали оценку негативную. Даже здесь, в этом кабинете? Опять без комментариев. Оценка была негативной. В какой момент ситуация переворачивается, и вы становитесь исполняющим обязанности губернатора? Я находился в этом состоянии до 1 апреля. – То есть почти неделя прошла? – Да, почти неделя. Потом меня пригласили… Оман Гумирович меня пригласил по закрытой связи. Вначале к себе в кабинет. Сказал, что принято такое решение руководством страны. – О его отставке? – Да. Как вы думаете, отставка Тулеева была уже предрешена и ускорилась из-за этой трагедии? Или то, что произошло, смешало все карты? Я думаю, что то, что произошло, повлияло очень сильно на эту ситуацию, потому что никто этого не ждал, никто к этому не был готов. Многие решения, мне кажется, были приняты не взвешенно, а под влиянием каких-то эмоций. Возможно, многие решения в этой ситуации были ошибочны. У всех. Но тоже трудно судить человека, который уже достаточно долго находится у власти. При этом человек пожилой, не вполне здоровый. И трудно судить. – Вы совершенно правильно сказали. На ровном месте. Разгильдяйство, халатность, попустительство – оно все это видно. Вместе с Путиным в Кемерово приехали глава МЧС, глава Минздрава и председатель Следственного комитета. На короткой встрече с родственниками погибших Путин обещает, что следственная группа пройдет по всей цепочке. Начиная с тем, кто давал решение, кончая теми, кто должен отслеживать за безопасностью этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал вовремя. Тот, кто не нажал кнопку – это охранник Сергей Антюшин. Сейчас он на скамье подсудимых, его обвиняют в том, что он вручную не включил сигнализацию. Другим охранникам, в том числе Олегу Колобовникову, который указал пожарным неверный путь на четвертый этаж и руководителям ЧОПа, где работал Антюшин, обвинения не предъявлялись. Около 16 часов, когда у него сигнализируют датчики о том, что происходит пожар, он увидит, что система не сработала в автоматическом режиме. После этого он начинает перезапускать систему для того, чтобы она в автоматическом режиме запустила всё-таки свои алгоритмы. Как это физически происходит? Перед ним компьютер, он начинает что-то мышкой… Согласно её отчёту, произошло снятие разделов с охраны, и постановка тут же через 4 секунды обратно на взятие охраны произошла. После того, как система опять не запустилась, он бежит, нажимает с кнопки, но ничего не происходит всё равно. То есть ваш подзащитный нажимал ту самую кнопку? Конечно, конечно нажимал. Очень много вопросов, связанных с этим уголовным делом, которое находится сейчас напрямую, поскольку каждый из подсудимых указывает о своей невиновности, непричастности к преступлению и о том, что он в принципе не должен был и не делал ничего плохого. По факту пожара возбуждены 4 дела. Все они сейчас на разных стадиях судебного рассмотрения. По ним обвиняются, как мы помним, 15 человек. Четырёх освободили из СИЗО, применив не самую типичную для России меру пресечения ограничения свободы. Это жёстче, чем подписка о невыезде, но мягче, чем домашний арест. Под ограничениями свободы сейчас двое пожарных – Сергей Генин и Андрей Бурсин. Касаемо действий сотрудников МЧС, это Генин и Бурсин, баталии не на шутку разразились на судебном заседании. Вы знаете, здесь очень сложно сказать, что он сделал, что он не сделал. Да, действительно, он пошёл спасать детей, но по мнению потерпевших и по мнению следствия слишком медленно и не так он выполнял те действия, которые необходимо было ему выполнить. То есть значительное число потерпевших считает пожарных виновными в том, что дети, находившиеся в зале номер два на четвёртом этаже, не были спасены? Я бы сказала, что практически не все. Я не берусь судить людей, которые обвиняют кого-либо в гибели своих близких. Это такое страшное горе, которое невозможно осмыслить и которое очень трудно понять и браться их судить ни в коем случае не стоит. Но мне известно из материалов уголовного дела о том, что руководитель пожарного расчёта Сергей Генин поднимался в горящий торговый центр пять раз. Один раз у него порвался кислородный шланг. Когда он спасал господина Трусова, единственного выжившего из кинозала номер два, он отдал ему свою кислородную маску. Когда мы говорим о зимней вишне, здесь очень много возникает. Если, когда начинаешь читать экспертизы, сгорелся поролоновый кубик после того, как расплавилась лампа и коротнула проводка, если бы кубик потушили сразу, если бы пожарные выходы не были бы закрыты на ключ, если люди из кинозалов поворачивали бы не налево к закрытому пожарному выходу, люди, которые повернули налево, они, скорее всего, уже не успели вернуться направо. Дым распространялся очень быстро. История зимней вишни – это когда всё вообще получилось плохо. Вот хотя бы один пункт нормально работал, уже чуть больше шансов было. А здесь вообще всё сложилось так, что у людей просто не было ни одного шанса. Следствие прошло по всей цепочке, но это если смотреть на эту историю как на айсберг. То есть у нас на поверхности воды условно все те, кто оказались на скамье подсудимых, но глобально следствие не ушло в настоящую войну с теми, из-за кого это всё произошло. Чтобы увидеть подводную часть этого айсберга или, как выразился Путин, пройти по всем звеньям цепи, нам нужно перенестись сильно назад во времени – из 2018 в 2009, когда только что закончивший карьеру футболист Вячеслав Вишневский становится гендиректором Кемеровского кондитерского комбината и возглавляет работу по его реконструкции по превращению бывшей фабрики в торговый центр «Зимняя вишня». Вишня – это, кстати, именно в честь Вишневского. Переквалифицироваться из спортсменов в управленцы ему помогает друг детства Денис Штенгелов. Они вместе учились в школе в Томске. Уже крупный предприниматель – владелец КДВ Групп, производителя популярных в России сладостей и снэков, таких как кириешки, бабкины семечки, яшкины трикорочки. В какой-то момент, вероятно, Вишневский более сильно вовлекается в бизнес. Ему говорят, что есть объект в Кемерово, нужно с ним что-то сделать. Это была кондитерская фабрика, где делали конфеты. Фабрика находилась в самом центре города. Не очень эффективное использование её подпроизводства, плюс она была старая. Нужно было кардинально менять все оборудование. Они перевезли весь производственный цикл на предприятие, которое находится на окраине Кемеровской области в посёлке Яшкино. И фактически это было пустующее здание. – И оказались владельцами огромной недвижимости в самом центре. – В самом центре, да. Для строительства торгового центра в Кемерово место лучше придумать сложно. Торгово-развлекательный центр «Зимняя Вишня» находился в городе Кемерово по проспекту Ленина 35. Он был введён в эксплуатацию, насколько я помню, в процессе реконструкции ещё в 2009 году. Но в 2011 году появилась идея, необходимость за этим зданием Ленина 35 построить вторую очередь и ещё один корпус. Получается, здесь здание 35-02 – это как раз то здание, в котором случился пожар. Эту деталь я сам для себя впервые осознал, только сейчас ездив в Кемерово, что вопреки тому, что обычно пишут о Кемеровском пожаре, сгоревшее здание – это не старая кондитерская фабрика, которую переделали, недооснастив системами пожаротушения. Это вообще новое здание, которое строили, понимая, что там будет торговый центр, и не оснастили системой пожаротушения четвёртый этаж. Чувствуете разницу? Вишневский обращается к проектировщику. Проектировщик ему готовит проектную документацию. По этой проектной документации предполагается построить здание четырёхэтажное, и это здание должно было быть ТРЦ. Обращается дальше с этим проектом на государственную экспертизу Вишневский и его проектировщик. Экспертиза даёт отрицательное заключение. Готовится в 2012 году другой проект. Этот проект уже не на торгово-развлекательный центр, а на спортивный центр. Этот проект проходит положительное заключение экспертизы государственной. и он, получается, сдаётся проект на четырёхэтажное здание спортивного развлекательного центра. Не торгово-развлекательного центра, а спортивно-развлекательного центра. Нюансы есть, они заключаются в том, что для спортивно-развлекательных центров не требовалось устройство системы пожаротушения внутри этого здания. То есть, таким образом, имея фактически один проект на то, что хочется построить по факту, торгово-развлекательный центр в вторую очередь, и проект на спортивно-развлекательный центр, который получил положительное заключение, Вишневский далее обращается к проектировщику с просьбой «Ты измени, пожалуйста, шифр, то есть условный номер проекта у того, который не получил положительное заключение, на тот, который получил положительное заключение». То есть, это подлог? Подлог. Чтобы прикрыть этот подлог, Вячеслав Вишневский, на тот момент, напомню, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, и даёт взятку в семь миллионов рублей Танзеле Комковой. Она возглавляет госстроенадзор Кемеровской области. Об этой истории много написано и рассказано. И на сегодняшний день Танзеля Комкова – самая высокопоставленная чиновница, находящаяся по делу Зимней Вишни на скамье подсудимых, не считая руководителя Кемеровского МЧС. Позже отдельное дело возбудят на Вячеслава Вишневского. Он после пожара уезжает из России. Его объявляют в международный розыск. В 2019 году задерживают в Польше и экстрадируют в Россию. Запускается первый этап – получение разрешения на строительство. Для того, чтобы получить разрешение на строительство, требуется совершить примерно те же действия, что и потом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Изначально, получается, обращается через Вишневский, через Ефимкина и других посредников в отдел жилищно-гражданского строительства комитета строительного контроля администрации города Кемерово. Здесь происходит выдача разрешения на строительство. Вот я скажу сразу – от сих до сих никто на скамье подсудимых не оказался. И в итоге следствие, как получается, не смогло установить, кто конкретно из специалистов этого отдела жилищного и гражданского строительства всё-таки подписал о том, что всё в порядке, что проектная документация представлена, что, соответственно, объект соответствует вот этому проекту и разрешению на строительство. Хотя потом, когда вот тот же начальник управления городского развития, Калинин, даёт показания следствию, он поясняет, что по разрешению на строительство и по проекту должны были построить четырёхэтажные здания, а по разрешению на ввод в эксплуатацию построили пятиэтажные здания. – А Калинин почему не привлечён к ответственности? – Калинин пояснил, что так как всю проверку осуществляют специалисты сначала одного отдела, потом начальник отдела, потом начальник комитета, после всей этой проверки с него уже только формальное подписание документа. То есть он за специалиста всю проверку не производит. Самым высокопоставленным чиновником, не считая сотрудников МЧС, на скамье подсудимых является Танзеля Комкова, как мы знаем. Могла ли она действовать в одиночку, как вам кажется? – Да нет, конечно же. Мы где живём? Где мы живём? В России. А в России что у нас? Мало того, что брат Сват однозначно не в одиночку действовал. Более того, я озвучивал фамилии, которые выше её стоят. Более того, я неоднократно говорил, что и мэр должен быть на скамье подсудимых. – Когда мы смотрим на состав собственников, там есть, например, брат мэра Кемерова, владеющий торговыми помещениями. Там есть довольно влиятельные в регионе силовики, точнее их родственники. То есть люди, имеющие деньги. Там есть какие-то люди с угольными разрезами, заработавшие деньги на угле, и нужно было им куда-то инвестировать деньги. Им тоже, видно, не было так важно, как это всё оформлено, насколько здание юридически чисто. Им было важно, что они могут на этом зарабатывать деньги, пока что-то не случится. Кто приказал МЧС не проверять зимнюю вишню, начиная с 2016 года? Наверное, все про это забыли. Но это именно Мамонтов, когда его задерживали, он заявил о том, что мне приказала прокуратура города Кемерово в лице прокурора Заратовского Олега не проверять зимнюю вишню, потому что она относится к объекту малого бизнеса, и у них сейчас каникулы так называемые. То есть прокурор города Кемерово избежал наказаний. Есть такой закон, который защищает малый бизнес от излишних проверок, и согласно ему есть определённый срок, когда проверять этот малый бизнес нельзя. То есть зимняя вишня была отнесена к малому бизнесу? Вот тут многоходовку они придумали. Вообще на самом деле все мы говорим «зимняя вишня», но владелец зимней вишни был ООО «Кемеровский кондитерский комбинат». То есть он относится к среднему бизнесу, его обязаны были проверять всегда. Потом… И как раз Богданова – это гендиректор Кемеровского кондитерского комбината. Потом коммерсанты придумали такую хитрую вещь. Они создали ООО «Зимняя вишня», и генеральный директор уже у неё суденок. И я понимаю, что прокурор города Кемерово сказал, что уже Кемеровский кондитерский комбинат вроде как тут ни при чём, что всё или в аренде, или ещё как-то у «Зимней вишни», а у неё она как раз относится к малому бизнесу. Такой простой схемой прокурор сказал не проверять. Надежда Суденок была то, что называется в России номинальный гендиректор. То есть это человек, на чей паспорт всё заведено, и который в случае чего отправляется на нас. Она не просто дала паспорт подержать кому-то за 10 тысяч рублей, как это часто бывает. Она была наёмным сотрудником, на которого это всё оформили. Тоже номиналом, но не до конца. Она всё-таки могла понимать и осознавать долю ответственности, когда она это делает. Все знали о том, что противопожарная система в хреновом, если честно, состоянии. Но при этом на это нужно тратить деньги. Деньги у номинала не свои. Деньги надо у кого-то просить, кому-то обращаться. Но ты же номинал, тебя посадили сторожить. Голосы тебя не просили подавать. Таких историй в России полно. Номинальные гендиректора, которые предполагают, что за ними могут прийти в случае чего. Это всегда, знаешь, какая-то авось. Рулетка. Один из случаев из-та, что за мной придут. 99 из-та, что я сижу спокойно и… Ничего не делаю, деньги капаю. Главное, и по шее не получаю, что лишние деньги тратятся. Были люди, которые были наёмными менеджерами, но тоже управляющая компания была оформлена на них. Хотя в реальности управлением занимался Вишневский. Или, если смотреть глубже, Штенгелов. Конечным бенефициаром всей этой группы компаний КДВ является Денис Штенгелов. И мы помним, что Тулеев, когда говорит с Путиным, просит помочь его притянуться до Штенгелова. Без вот этой помощи мы не сможем. Но если он сидит, до сих пор собственник в Австралии, я не дотянусь до этой Австралии. Что происходит дальше? Штенгелов к ответственности не привлечён. Есть также показания Ефимкина в этом деле о том, что… Ефимкин – это посредник… Да, посредник… Посредник придачи взятых. Со стороны именно ККК, родительского комбината, сотрудник комбината. Значит, о том, что по его информации происходило согласование Вишневским с кем-то вопросов финансовых, выделение денег на ту же взятку. Однако следствие не установило никаких следов переписки, согласования, никаких фамилий, имён, дат не было установлено. Этот вопрос неоднократно поднимался. Это, конечно, тот вопрос, который и потерпевший мы задавали в самых первых месяцев следствия. После пожара Штенгелов начинает очень быстро всё заминать, выделяя деньги администрации. Он в добровольном порядке отказывается от такого актива, хотя там… От земельного участка. В том числе ещё от земельного участка. Более того, насколько мне известно, даже там же как часть продана была коммерция, он даже вопросы с этими людьми со многими порешал. То есть он всё улаживает. Причём на таком уровне, что губернатор сказал – вы к нему не лезьте. Это какой губернатор? Цивилёв. Цивилёв. Вы в 2019 году говорили, что Денис Штенгелов – это один из крупнейших инвесторов в экономику Кузбасса. У вас, как у губернатора, нет к нему вопросов касаемо той трагедии? Опять вопросы и оценку действий каждому должны давать следствие и суд. Я спрашиваю вашу губернаторскую оценку. Не рассматриваем сейчас следствие и суд. Понимаете, это настолько тонкая ситуация, я бы не хотел давать никаких оценок, потому что тут должны давать оценку профессионал. Губернатор не имеет права давать оценку действиям людей, так или иначе сопричастных с этим событием. Тем более, что в тот момент я ещё и не был губернатором, когда это всё происходило. Большую сумму КДВ-групп передал родственникам? Да, КДВ-групп очень активно помогал, несомненно, всегда. Он и первый сразу, буквально с самого начала, сразу начал выделять средства родственникам, причём приличные, начал выделять средства для тех, кто там же ещё было много пострадавших. Были и арендаторы пострадавшие. Потом часть людей просто надышалась, им было плохо, им тоже надо было оказывать помощь. Он и тем оказывал помощь. Есть ли у вас ощущение, что Денис Штенгелов откупился от более тяжких проблем? Вы знаете, очевидно, здесь выпал суммы в три миллиона, которая чётко предусмотрена предостроительным кодексом. Здесь был расчёт, я так предполагаю, то есть не столько на желание реальное помочь, сколько на будущее, соответственно, прекратить возможные претензии по градостроительному кодексу. Потому что в дальнейшем, когда потерпевшие обратились напрямую к комбинату кондитерскому при нашей юридической поддержке о выплате предусмотренной компенсации в три миллиона, соответственно, нам был неофициальный ответ, от адвокатов Штенгелова и группы компаний о том, что мы считаем, что мы свои обязательства полностью выполнили. Вы, когда занимаете пост губернатора, одно из первых ваших заявлений вы говорите – я сделаю всё для того, чтобы виновные в этой трагедии понесли строжайшее наказание. Как вам кажется, сейчас, спустя три года, удалось вам добиться этого? Мы активно, это действительно важно, это очень важно, чтобы все виновные были найдены, и каждый понёс наказание адекватной его вине. Поэтому мы с самого первого момента начали активно работать со следствием. Я понимаю, что вы не можете комментировать решение суда и выводы следствия, но как вам кажется, без имён, остались ли какие-то люди, кому удалось уйти от ответственности? Я думаю, что исходя из того, как работал Следственный комитет, как они дотошно восприняли эту трагедию как свою личную. И насколько они плотно работали, как они отдавались, как они рылись до каждого обстоятельства, разбирали каждую малейшую ситуацию до мелочей. Мы помним, что Путин пообещал, что пройдут по всей цепочке и дойдут до всех ответственных и виновных. Как вам лично сейчас кажется, спустя три года, прошли ли по всей цепочке? Мне кажется, что со слишком большим энтузиазмом прошли по всей цепочке. Это первое уголовное дело в России, возбуждённое в отношении пожарных, которые не спасли людей. Мы видим, что явно остановились на определенном моменте. Мы видим, что отсеклась мэрия Кемерова, никаких вопросов к Калинину нет, никаких вопросов нет к вышестоящему руководству, брат которого был собственником помещений в этом объекте. Мы видим, что отсеклись от КДВ, что на Вишневском всё и закончилось. На каком-то звене как будто не оказалось следов связи с другими звеньями. Для того, чтобы уголовному делу быть, для того, чтобы приговору обвинительному в последующем быть, необходима совокупность доказательств. Здесь следствие их не собрало. В отношении отдельных лиц очевидно, что это была команда сверху. То есть в отношении собственника я предполагаю, что здесь без решения вопроса сверху невозможно… Сверху этот Москвы? Да. Невозможно было эту историю никак отвести. В отношении лиц, которые мы говорим, администрации города, здесь скорее всего невозможность установить следы по значительному прошествию времени. Кто что подписал, кто какие визы не поставил, кто, невзирая ни на что, это сделал. То есть вот эти моменты… И нет никаких свидетельских показаний. И нет никаких свидетельских показаний. Но, однако, показаний Ефимкина с лихвой хватило для вот этой всей цепочки. Для того, чтобы вся эта цепочка замкнулась. То есть была логика, логические предпосылки на основе изучения нормативных документов. Что здесь должно было быть так, а получилось вот так. Почему? А вот почему. И тут показания, следские, которые всё это связали. А там, получается, есть логика, есть, соответственно, факт. Да, и нету связки. То есть получается 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 1 – 3, 3 плюс 1 – 4, 4 плюс 1 – 0. Да. К сожалению, так. Торговые центры до момента Зимней Вишни, они отходились к категории, так называемой рискоориентированного подхода, среднего риска. Сейчас их перевели в категорию значительного риска. То есть проверки должны проходить не реже 1 раза в 3 года. Я могу сказать одно, что я теперь выезжаю и устраиваю периодические учения. Я говорю, нажимайте кнопку и говорите, что у нас пожар. Они нажимают кнопку и говорят, что у нас пожар. А я включаю секундомер и стою, жду. Жду, через сколько приедет полиция. Жду, когда приезжают пожарники. Влетают все, видят меня, видят, что ничего нет, а я уже контрольный норматив снял. Кстати, попадают. А потом я пожарникам говорю, пожар. Они говорят, где пожар? Я говорю, в этом здании пожар. Там нет никакого пожара. Я говорю, вам не понятно, что пожар в этом здании? Они забегают туда. Они говорят, мы обследовали, пожара нет. Я говорю, там пожар, разворачивайте и начинайте тушить. И снова секундомер? И снова секундомер. Я бы не сказала, что что-то сильно изменилось, но тоже. Это же нужно проверять. Они вообще там как? В нормальном состоянии эти пожарные системы или нет? Когда-то в этом не эксперт. Мы же проверяли, помню, в первый год, когда это всё случилось, журналисты очень много ходили по торговым центрам Кемерово, пытались проверить, открыты ли пожарные выходы, в правильных ли местах расположены огнетушители. По всей России ходили. Когда это происходило, вроде как наши торговые центры эти проверки прошли. У нас закрыли некоторые торговые центры после того, как эти проверки шли по всей России. Они прекратили работу. Но через год это постепенно сошло на нет? Я думаю, что да. Уроки не были извлечены в принципе. Об этом я могу судить, потому как, пребывая на судах, когда шли допросы пожарных, тех же людей, которые возглавляли какие-то более высшестоящие должности в этих структурах. Элементарный вопрос – вы как свои действия учитываете на пожаре? Они их учитывают удовлетворительно. Поэтому какие могут быть проведены? Можно сказать, что никакие. Поэтому я не хожу в торговые центры. Я не посещаю массовых мероприятий подобных. И кинотеатры – это всё. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Знаете, лично мне кажется, что эта катастрофа никогда не будет полностью расследована в условиях российской действительности. Знаете почему? Потому что здесь, в этом пожаре, как в солнечном сплетении сошлись абсолютно все проблемные линии русской жизни, на которые мы постоянно натыкаемся, о которых очень часто говорим. Вороватые чиновники, бессовестные бизнесмены – все мы, относящиеся наплевательски к вопросам безопасности и в целом к жизни своей и тем более окружающих. Здесь же наше вечное стремление побыстрее найти виновного и покарать его прилюдно, пусть даже оно кажется и стрелочником – это быстрее и понятнее, чем копаться в каких-то глобальных причинах. Ну и самое главное – это наше вечное и неотъемлемое от нас, от всех умение и необходимость договариваться. Потому что за эти три года стало совершенно очевидно. Те, кто попал под раздачу на скамье подсудимых, те, кто за это время нашли возможности, ресурсы и способы договориться, те ответственности избежали. И их на скамье подсудимых нет. И именно поэтому мне кажется, что это расследование не может быть доведено до конца, до финальной точки. Только до многоточия. Потому что это расследование про нас самих. Про то, что Россия была и остаётся страной, где всё держится не на системных решениях, а на отдельных личностях. Есть у хозяина магазинчик в торговом центре, у предпринимателя, чиновника или губернатора, неважно у кого, совесть, чувство долга, чувство ответственности. Подобная трагедия будет предотвращена и не произойдёт в будущем. А если нету, сами понимаете. Это «Редакция». Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...